МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Самое доброе утро!" продолжается. Да. Ну что же, у нас сегодня в гостях неожиданные люди. Я первый раз слышу такую историю. И с неожиданным, скажем так, контекстом у них к нам пришли. Давайте представим сначала вас, Дмитрий, насколько я понимаю, и Валентина. Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, что вы задумали? Ну, как и было сказано ранее, если о нас кто-то уже слышал и видел, мы хотим к себе на свадьбу, которая состоится 14 октября, Сергея Светлакова. То есть пригласить. Да, в гости, чтобы он нас приехал и поздравил. Это вы посмотрели в фильм, наверное, да? Да, Валентина. Да, мы посмотрели фильм Горько, очень понравилось, потому что такая свадьба интересная. Мы вообще всего два раза были на свадьбе. И такая прям история получается. У меня папа тоже десантник, и родители вроде бы свою свадьбу хотят. У нас получается то же самое, что мы хотим одно, а они хотят другое, и мы как бы сталкиваемся с ними. Это, наверное, классическая ситуация. Когда люди хотят одного, молодые, другого. А как вы себя это видите? Вы видите его ведущим, гостем? Кем? Ну, так как мы уже начали готовиться немножко, мы посмотрели несколько интервью последних с Сергеем, и мы выяснили, что не так просто его заполучить, и дело даже не в гонорарах. А в чем? Дело в том, что человек этот очень занятой, и в приоритет он сейчас ставит семью. Соответственно, чтобы он приехал необходимым условием, является, чтобы у него было свободное время, которое он не отводит в эти дни под семейные какие-то мероприятия и события. Соответственно, мы... Вы его привлечь-то чем хотите? Тем, что мы заранее подготовились, и решили начать просто вот за годя, буквально, получается, за 10 месяцев. Заранее выяснили. Пробно, на 10. Серегу подшу, вы, что ли, нарезали уже, оливье нарезали, да, Светлаков. У нас оливье уже, ты как хочешь, ты должен приезжать. Начали премаркетинговые маленькие хитрости, то есть мы уже в интернете, мы уже всеми способами, силами стараемся. А он кто выходил на связь, он вас заметил? Нет, пока. Пока нет, но и прошла-то всего лишь неделя. А, ну да, действительно. В принципе, все идет по плану, и если действительно... Ну, в интернете-то вы что делаете? Вы собираете лайки, репосты, что? Мы активно рассказываем о своем намеренном желании, да. То есть вы, согласно тем же фильмам, в которых он снимался, там, закон «Семи рукопожатий», да, например? Да, да, да. То есть кто-то... Да, «Бумеранг добра». «Бумеранг добра». Потому что мы смотрели «Елки 3» также, и тут реклама. А давайте я спрошу, а вы сколько раз смотрели «Горько» и сколько раз «Елки 3»? Пока по разуму, но «Горько» все смотрелось. «Елки 1», а «Горько» я 3 смотрела. Ну, потому что есть на что посмотреть очень-очень ситуации жизненные. Я просто от себя спрашиваю, потому что я тоже смотрел этот фильм, который «Горько» называется. Мне кажется, что этот трэш полный, то есть вам понравилось. Да, и в октябре выходит вторая часть. Ах, вы даже это уже знаете. С вашей свадьбой, я полагаю. Мы очень хотим хоть как-то к этому... А когда у вас, кстати, свадьба? 14 октября, в день нашего знакомства, то есть спустя 3 года, мы решили сделать символик, и получается, что будет 14-е, 10-е, и 14-е в 14 часов 15 минут. Но мне кажется, с такими символичными данными, даже если Светлаков не приедет, уже все будет здорово. Ну, фотографию можно будет поставить, фотокарточку, не знаю, Светлаковая. Попросить хотя бы видеопоздравления. Видеопоздравления, кстати, да. Но мы пока не сдаемся, чтобы уже... Да, давайте пока не будем говорить о видеопоздравлениях. Мы просто верим, мы действительно верим. Мы стараемся передать эту веру другим людям, которые нас поддерживают. Ну, отходные-то какие-то есть варианты? Я имею в виду, что вы все равно, наверное, думаете там, кто будет. Конечно, есть, но... Может, есть какие-то другие звезды? Список звезд у нас есть. Есть, да? Ну, кого бы хотелось следующим? Ваню Урганта, например, нет? Ну, конечно, хотелось бы, но это вряд ли. Хотелось бы, но дорого. Николая Баскова, например, нет? Нет. Баскова почему-то нет симпатий. А если он вызовется сам? Если брать медийную, медийную, ну, комедию-тусовку, то, наверное, идет Воля и дуэт Чеховых после. Но сильно после для нас. Потому что есть личные вот именно это. Симпатия. Ну что же, Наш, вот пример людей, которых воспитала комедий-клаб, воспитала современное телевидение. Хорошо, я очень рад, что не Дом-2 вас воспитал, что вы не хотите Бузову или Собчак себе. Это очень приятно. Или хотите? Нет. Собчак Ксении, отношение адекватное, да, потому что это достаточно умный человек, на мой взгляд. А к Ольге Бузовой нет эмоций вообще никаких. Понял. Приятно, приятно, черт возьми. И хочется сделать приятно и вам. У вас, вы, ярославцы, у вас отличная мечта. И дай бог, чтобы она осуществилась. Мы от себя же что-то должны мучить. Мы будем следить, во-первых, за вашими успехами, и всячески за вас болеть. И мы желаем вам удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...